Всем привет! Привет, моя команда! Привет, все представители и партнеры компании A1! Это видео будет важное и нужное для всех. Возможно, вы об этом знаете, если вы работаете давно, или если вы читаете все новости от компании. Для вас это будет повторение, повторение мать учения. А если вы партнер, у вас есть команда, вы можете этим видео с ними делиться, потому что я здесь расскажу о всех способах доставки, о том, когда размещать заказ, когда он уйдет, когда он к вам поедет и как его отслеживать, когда его вы сможете получить. То есть, очень нужная информация. Поехали! Итак, в компании A1 есть 5 вариантов, как получить свой заказ. Укрпочта, Пикапоинт, Новая Почта, Джастин и Адресная Доставка. И проще всего, это Джастин, Новая Почта, Адресная Доставка. Пикапоинт и Укрпочта, с этим нужно разобраться, поэтому давайте с них и начнем. Пикапоинты – это офисы, да, это пункты выдачи компании A1. Это когда партнер или менеджер компании A1 заключает договор с компанией, что он сможет стать пунктом доставки. Подробно на этом останавливаться не буду, вы можете об этом почитать на сайте A1. Но когда оформлять доставку туда, это так же самое, как и на Укрпочту. Каждому Пикапоинту присваивается свой индекс, так же самое, как и на отделение Укрпочты. И, соответственно, точно так же мы можем найти график доставки, как и для Укрпочты, так и для Пикапоинта, поэтому буду рассказывать о них, как об одной доставке. Смотрите, везде есть свой график размещения заказов для каждого района, для каждого города. У меня, например, так. В четверг я делаю заказ, в пятницу он у меня обрабатывается, в субботу приходит. По графикам мне пишут, что в четверг у меня размещение заказов, в пятницу обработка, а во вторник доставка. То есть у меня приезжают заказы раньше, чем по графику, потому что я недалеко от Киева, 150 км, вы сюда, в принципе, заказчики быстро доезжают. Но по графику сфрахуются и пишут вторник. Друзья, самое главное для вас понять, когда вам размещать ваш заказ. Потому что если на все остальные пункты выдачи идут просто, то на Укрпочту есть определенный график, и вам нужно, если вы представитель, то найдите график размещения заказов. Если вы там что-то не поймете, обратите своему партнеру, он вам поможет. А если вы партнер, сейчас объясняю, как вам помочь представителю, который вас спрашивает. Открывайте ваш личный кабинет, находите «Моя команда», нет, не «Моя команда», «Мой офис», и находите там раздел «График инших районов». Вписываем туда индекс Пикапойнта или Укрпочты, и у нас такая табличка появляется. В табличке первой, если табличка не появляется, то значит на этот индекс нету доставки вообще. Но это нужно проверить, потому что там не всегда. Некоторые отделения уже открыты для доставки от Avon, но там этой информации еще нету. Проверяете в файле «Пост районы» или «Национальные районы» вы проверяете, или есть доставка от Avon. В том случае, если туда доставка есть, а в этом разделе на сайте не пишется, то вы тогда уточняйте уже на горячей линии или еще где-то. А если там все открывается, все пишется, табличка есть, тогда мы смотрим. Первая часть таблички – это то, когда нужно размещать заказ. Вторая часть таблички – это то, когда этот заказ приедет. Итак, первая часть таблички. Там всегда пишется, например, там «Понедельник 5.59», «Вторник 5.59», «Итак до пятницы». Если вы там видите значение «Среда 5.59», значит, вы говорите своему представителю так. Ну, или же для себя. Понимаете, что если среда 5.59, дата размещения замолвания, значит, заказ можно размещать в любой день, но не позже, чем в 6 утра среды. Если в 6 утра среды уже пришло, то заказ пойдет на обработку аж через неделю. Если вы делаете заказ, вам нужно получить его как можно быстрее на Укрпочте, то делайте его до 6 утра среды. То есть, вторник, всю ночь после вторника на среду можно размещать заказ. У меня пишется, например, у меня пишется «Пятница 5.59», то есть, я весь четверг, и всю ночь четверга я могу сдавать заказы. До утра пятницы. Если в 6 утра пятницы уже стукнуло, прозвенело, я заказ сдавать не могу, или же могу, но он пойдет на обработку аж на следующей неделе. Если вы находите значение «Вторник 5.59», соответственно, нужно заказ давать весь понедельник и всю ночь с понедельника на вторник до 6 утра. Надеюсь, я понятно это все объяснила. Смотрите, у меня челка чухает, щекотит меня. Смотрите, я сбила с толку, что я хотела вам сказать. Что-то важное я хотела ляпнуть. Друзья, обращайте внимание на изменения в графиках. Такое тоже бывает, тогда приходят смс-ки, письма, что там изменяется график, тогда обращайте внимание. Важно вот это понять, что если среда 5.59, то если мы сдаем в среду днем, это пойдет уже на следующую неделю. Важно понимать, что в четверг 5.59, значит, всю среду сдаем и до утра четверга. Вот это самое главное. Дальше. Обработка. Обработка заказа идет на следующий день после вот этой даты замовывания. Если у нас дата замовывания была вторник 5.59, то во вторник, начиная с 6 утра, будет обработка заказа. Обработка заказа может произойти даже ночью, если вы сдали заказ раньше. Если у вас заказ был сдан в утром вторника в 5 часов 49 минут утра, то ваш заказ пойдет на обработку во вторник утром после 6 уже утром. И доставка. Доставка вы смотрите во второй части таблички. Там пишется доставка в вторник, среда, пятница, тоже любой день там пишется. Там и субботы тоже пишется. И все. И в этот день идете на почту. Самое главное, поймите, что на почте вам с почты, вам не придет уведомление. Они должны отправлять смски, когда приходит заказ, но они этого не делают. Если делают, то с опозданием или могут вообще не сделать. Могут сделать вовремя. Некоторые почты хорошо работают. Я не буду на всех ругаться, но, например, у меня, я получаю смски, что мне пришло замовывание вид Avon, ну, где-то через месяц после того, как я сделала этот заказ. Вот это важно понимать. И важно понимать, что если вы делаете заказ на Укрпочту, и чтобы заказ не пошел на возврат, а на возврат он идет через 5 дней, календарных 5 дней, с момента того, как заказ поступает на отделение. Вам нужно просто позвонить на ваше отделение и узнать, когда у вас, какой день приходит Avon. Не посылка от Avon, не посылка, просто в какой день приходит Avon. Или же на сайте, вот в этой табличке, посмотреть, какой день получения. У меня всегда пишется там, подача в четверг 5.59, получение в ТОР. Но приходит в субботу. Вот это вот тоже нужно узнавать, что иногда приходит раньше, и тогда вот все-таки нужно проверять на Укрпочте. Все, закрыли тему Укрпочты, поехали дальше. Адресная доставка, новая почта и Джастин. Тоже расскажу обо всем сразу. Здесь проще. Здесь мы размещаем заказ в любой день, и независимо от того, когда вы разместили, на следующий день будет обработка вашего заказа. Это важно. Если мы делаем заказ во вторник, неважно, утром, в нем или вечером, обработка будет в среду. В среду вы получите смс по тому, что вам ваш заказ обработан. Если вы делаете в среду, смс по предыдущей тверг. Это адресная новая и Джастин. Дальше. Получение. Адресная доставка 72 часа с момента обработки. Новая почта, по-моему, тоже 72 часа с момента обработки. Джастин 48 часов с момента обработки. На Джастин, если приходит позже, вы можете оспорить и вам вернуть деньги за доставку. Вот так вот. Новая почта, если делаете заказ, обычно приходит намного быстрее, приходит буквально на следующий день после обработки. Обычно, но идет 72 часа на доставку. Адресная доставка обычно идет дольше всех. В некоторых городах приходит быстро. Тут уже зависит от того, как сработает новая почта, как она сделает эту адресную доставку, как она отправит курьера. У меня, например, я делаю, например, заказ в понедельник, во вторник у меня обработка, я в среду новой почты уже получаю, а если адресная, то получу я где-то в четверг вечером или в пятницу к обеду. Вот так вот. Теперь по ценам. Пикапоинт у карпочты 15 гривен. У нас ничего, у нас везде фиксированная цена, неважно будет там 1 килограмм, 15 килограммов или 30 килограммов. Поэтому тоже важно понимать, что цена одинаковая. Укрпочта и пикапоинт 15 гривен. Джастин 15 гривен. Новая почта 45 гривен. Адресная доставка 50 гривен. На Джастин сейчас акция, если делаем заказ на 600 и больше гривен по ценам каталога, то доставка бесплатная до 4 июля 2019 года. Если акция продлится, уточняйте у своих партнеров, как там будет доставка платная и бесплатная. Все, я думаю, ответила на ваши вопросы. Если что-то было непонятно, вы можете со мной связаться. В описании под видео есть ссылки на меня. Вы можете спокойно мне задавать вопросы, я отвечу или же сниму новое видео. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok